всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine но перед началом хочется выразить огромную благодарность всем нашим спонсорам на канале за вашу финансовую поддержку спасибо друзья и так сегодня у нас интересная достаточно система собственно оговорюсь это мод steam мастерской система под названием starlet system чем она примечательно ну то что на ней достаточно большое количество планет и 7 из них с жизнью сейчас мы их все рассмотрим кстати посмотрим 3d воду и найдем какие-нибудь примечательные места на планетах и так посмотрите просто на эти сочные краски этой звездной системы система находится почти в 400 световых годах от планеты земля в нашем в нашей галактике млечный путь так я предлагаю посмотреть сразу наверное на орбиты давайте посмотрим как я мог понять я пока еще планеты не рассматривал но здесь определенно большая зона жизни так она как я понимаю вот выглядит наверное вот это вот более зеленые круги более зеленые орбиты так давайте посмотрим вращением посмотрим сейчас каждую отдельную планету что она из себя представляет и подумаем задумаемся возможно ли что такое может быть в нашей галактике млечный путь принципе я сто процентов уверен это самые ближайшие планеты только у меня время время скорость времени 30 секунд примерно за 5 секунд достаточно быстрое вращение ближайших трех планет вокруг солнца вернее вокруг звезды starlet так ну что же приступим наверно к просмотру планет и так мы имеем 19 планет я не знаю каким образом остальные здесь не прорисованы но мне кажется что луны спутники определенных планет starlet они считаются здесь как планеты хотя написано вроде бы луны есть даже своя червоточина своя черная дыра я не знаю интересно в какое пространство мы можем попасть если мы пройдем сквозь нее да обратите внимание то что эта система находится рядом вот с такой туманностью определенно посмотрим какие-нибудь виды ну что же давайте к первой планете перелетим горячая пустынная субтерра ну собственно то у нас по диаметру 3950 километров достаточно высокая температура и как я вижу что планета достаточно сильно раскалена находится очень близко к звезде сколько расстояние давайте просто посмотрим так расстояние 0,14 астрономических единиц мне кажется собственно находится так близко как меркурий и жизнь здесь явно было бы невозможно ого я не знаю что это за артефакты но возможно это баг игры либо это такие скалы обратите внимание какие-то горы заостренные определенно да скорее всего это артефакты какие-то ну то есть баги так планета starlet дп а достаточно также близко находится к звезде ну в принципе практически на одной орбите я бы даже сказал как первая планета starlet 274 градуса планета starlet дп б третья планета ничем не примечательны старлет дп с теплая безвоздушная микротера температура конечно уже меньше определенно от нее сколько расстояние 0,35 астрономических единиц к звезде starlet а теплая пустынная терра температура 138 градусов на поверхности есть вода в виде пара углекислый газ так ну собственно это больше мне напоминает знаете какую-нибудь венеру здесь мы имеем теплый супер нептун кстати он достаточно тоже горячий я это вижу по свечению я это вижу потому то что газы водорода гелия они испаряются в открытый космос обратите внимание синяя полоса starlet c 13 тысяч шестьсот шестьдесят четыре километра в диаметре пустынная терра температура 38 градусов атмосферное давление невероятное 512 атмосфер здесь просто тебя я не знаю в какие-нибудь на молекулы просто раздавит за доли секунды на поверхности все таки я поражаюсь какие прекрасные виды отсюда видны посмотрите да планеты у которых просто поверхность испаряется в открытый космос а вот это кстати а синяя полоса это тот самый супер нептун у которого водород гелий улетает в открытый космос так ну что же приступим к планетам на которых есть жизнь обратите внимание эта планета и ее спутник между ними даже какой-то астероид по моему пролетает да это явно не тень это астероид маленький но здесь уже в принципе более-менее можно было бы наверное дышать воздухом есть вода атмосферное давление 1 атмосфера вода кислород ну в принципе азот все что нужно для хорошей жизни есть небольшое количество углекислого газа органическая многоклеточная морская жизнь наземная интересно было бы стоять на такой планете и наблюдать спутник вот такой спутник под названием starlet d1 да скорее всего я думаю определенно определенно это тоже планета с жизнью то есть представляете мы бы могли бы наверное перемещаться с планеты на планету путешествовать так сказать если бы мы бы находились на одной из них интересно какой вид откроется отсюда давайте посмотрим так каких-нибудь прибрежных сейчас районах приземлимся так нормальную скорость я поставлю ну и что у нас будет по видам я думаю здесь будет прямо потрясающе вау вот такая луна представляете расстояние 36 тысяч километров это намного меньше чем луна чем наша луна расстояние до нашей луны 350-400 тысяч километров давайте посмотрим на вращение и посмотрим вообще какие виды мы бы могли видеть здесь мне кажется что если бы мы были вот на этой планете либо были бы на планете starlet d то вы видели да какое лунное огромное затмение на той планете происходил бы наверное каждый день давайте еще ускорим время так отлично я предлагаю перелететь к луне starlet d1 кстати в диаметре она чуть меньше starlet d температура здесь 38 градусов смотрите какой огромный ураган бушует мне вот интересно все таки когда разработчики space engine ведут хотя бы какую-нибудь растительность хотя бы 2d растительность накидают на планеты это был куда бы лучше бы смотрелось действует ли здесь приливы отливы давайте посмотрим так поставим нормальную скорость я секунду я перемотаю вот так нормальное время но вода как будто бы просто бы она я не знаю нету никакого движения так я не вижу не вижу планету starlet d ну хорошо ладно окей я предлагаю взлететь смотрите какое лунное затмение на планету starlet d ускорим время так давайте пройдемся дальше по планетам это старт и умеренный супер нептун еще один большой а газовый гигант далеко достаточно находится от starlet d я так понимаю здесь мы просто не увидим было бы классно если бы такой газовый гигант находился с капитаном какой-нибудь планеты жизни далее далее посмотрим старт f это планета у которой 4 луны на которых есть жизнь невероятно кстати сколько они в диаметре starlet f родительская планета 36 тысяч в диаметре остальные планеты у нас получаются чуть меньше 11000 12 8 и 7 представляете иметь 4 спутника с жизнью боленка классно на каждый из них в принципе мы бы могли путешествовать космический туризм да как starlet f3 посмотрите невероятно вы видите это меня интересует планета starlet f4 ну собственно это наверно марс как наша планета марс солнечной системе на уже на этапах своей гибели я хочу сейчас опуститься на поверхность поставим паузу смотрите как видно отчетливо эти спутники невероятно до система потрясающая очень потрясающая система если кому-то интересно в общем с теме мастерской эта система так и называется starlet систем ну что ж друзья наверное на этом наше путешествие я буду заканчивать всем кому понравилось обязательно пальчик вверх новых открытий помните что космос и вселенная бесконечный мы только начинаем свое путешествие в нем всем до новых встреч пока всем до новых встреч пока всем до новых встреч пока Продолжение следует...